Когда выпускники создают своё дело, интересно понять, почему они не уехали. Яркая, локальная, как мы говорим, идентичность. Что делает регион, город, область привлекательная для молодёжи, и что могло бы их сподвигнуть на то, чтобы остаться? И в нашем проекте мы исследовали шесть городов северо-запада, потому что это вокруг Питера, и, в принципе, очевидно, что мы проверяли в том числе и гипотезу, насколько Питер привлекательен для молодёжи этих городов. Это Калининград, Псков, Мурманск, Архангельск, Сыктывкар и Петрозаводск. Выбор этих городов был связан ещё и с тем, что они все в той или иной степени фактически граничат с европейскими странами, и до недавнего времени, понятно, это было невероятно актуально, значимо для молодёжи этих городов. Использовали разные техники, опросы студентов, значит, старших курсов и выпускников, затем глубинное интервью с студентами и теми, кто остался в городе, не уехал, и так называемый case study. Мы выбирали в каждом городе удачные ситуации или случаи, когда выпускники создают своё дело, открывают какой-то бизнес и, в общем, формируют какое-то культурное, экономическое пространство в этом городе. Было интересно понять, почему они не уехали, почему они остались и чем они занимаются. Ну вот, например, сослаться на одну, как бы, цитату нашей информантки, девушки из Калининграда, которая говорит, зачем ещё жить в России, если не жить в Калининграде. Наверное, самое важное, что может сподвигнуть юношу или девушку, заканчивающую региональный университет, это сформированная или формирующаяся яркая региональная, локальная, как мы говорим, идентичность, когда город, университет становится домом для юноши или девушки. Что помогает сделать домом? Но это сети, это друзья, это особый дух, место. Эта особенность может быть связана с какой-то особой этнической характеристикой. Много об этом говорили в Петрозаводске нам или в Сыктывкаре, когда этнический вот этот вот какой-то флёр, в частности, используемый в ресторанной индустрии или используемый в реставрационных каких-то инициативах, он работает очень чётко. Вместе с этим это же недостаток какого-то духа места, недостаток работы в том числе и местных администраций или университетских администраций по развитию этого ощущения локальной идентичности, может срабатывать с точностью наоборот. То есть если город не позволяет чувствовать себя комфортно и не позволяет ресурсно, культурно, атмосферно развивать своё дело, развивать свою какую-то инициативу, в том числе и гражданскую, например, историческую, включаться в какие-то новые интересные идеи или просто даёт недостаточное количество рабочих мест для людей с высоким, например, амбициозным порогом. Вот между этими двумя как бы такими весы получаются. Дом или не дом, ощущаю я себя здесь на своём месте, вижу я здесь для себя какие-то перспективы. И в этом смысле дом, свой город, область может выигрывать ещё и в том, что особость какая-то полученной профессии, например, она может выигрышно сработать именно в локальном месте. В Калининграде это какие-то инициативы, связанные с возрождением заброшенных, например, мест, оставшихся от прусского наследия. В Пскове это интересным, ну, как качестве примера можно отнестись, например, к развитию такого сыра варенья. В Архангельске это, например, какие-то инициативы, связанные вот с этим возвратом, что ли, да, с северным поморским традициям, там, и связанных и с рестораном, и с вышиванием, и с песнями. Во всех шести городах очень развит интерес к такому, как бы, туристической, развивающейся индустрии туризма, вот, когда молодёжь, там, со старших курсов начинает включаться, становиться такими активистами, экскурсоводами, вот, изучать историю города, изучать историю области, и тем самым это тоже даёт какой-то такой ресурс для развития локальной идентичности. Редактор субтитров А.Семкин